приветствую вас народ с вами варчик в этом видео поговорим с вами про автопушки что это такое как она работает какие механики чё за режим где она надо но нам или нет какие с этим есть проблемы все это расскажу в этом видео но вначале скажу про розыгрыш золота который был под прошлом видео в этом видео розыгрыша не будет он будет следующим поэтому следующем видосе поговорим снова про новости мира танков там и расскажу про победители золота в этом же видосе просто поговорим про эти автопушки в них можно поиграть на европейских серверах на тестовом клиенте там запустили обновление 1 21 1 на общий тест и в этом общем тесте этого патча добавили режим шквальный огонь и в нем можно покататься на трех танках в которые воткнули эти автопушки там переделанный шеридан переделанный маус и переделанный йох им изменили башни и всунули такие вот разные автопушки у каждого из этих трех танков абсолютно разные механики но немного пересекаются на фоне вы видите переделанного йоха у него вот такой вот пулемет грубо говоря очень вместительный пробить основным снарядом там 250 специальным снарядом 300 примерно такое пробитие у всех плюс-минус но немного отличается также у шеридана и йоха альфа маленькая но снарядов очень много и они быстро стреляют у йоха есть еще перегрев если мы доводим орудие до перегрева прям до самого конца то она перестает стрелять пока полностью не остынет поэтому перегревать полностью свое орудие или свой пулемет как его называть автопушку лучше не надо нужно останавливаться во время а то потом долго не сможешь стрелять также чем дольше стреляешь с автопушки тем хуже точность разлет прицела все больше и больше плюс еще нагревается но в общем зажимать долго и вообще не выгодно особенно вдаль вот вблизи примерно можно на близких дистанциях принципе можно но вдаль лучше не надо поскольку все будет лететь криво индикаторы уже все готовы и все видно видно сколько патронов осталось в нашем пулемете в нашей автопушки видно перегрев в принципе все работает механика готова у шеридана пулемет немного другой он очень быстро стреляет он там какой-то шестиствольный когда стреляешь пулемет крутится звук у нас другой не такой как на йохе и он очень быстро вливает урон но это лтшка без брони она быстрая в отличие от йоха йох у нас и в корпусе немного бронированный и башня у него хорошо танкует но у йоха по бокам башни такие вот уши как у чебурашки и они легко пробиваются я так понимаю эти уши неотъемлемая часть этих пулеметов а шеридан в принципе в силуэт пробивается куда попало поэтому на нем тяжелее всего играть поскольку все играть на таких пулеметах и каждая ошибка очень критично ну и в конце уже давайте про мауса поговорим у него полностью бумажная башня корпус конечно неплохо танкует но башня пробивается легко в силуэт это самый главный минус этого танка в этом режиме шквальный огонь пушка у него совершенно не такая как у шеридана и йоха у него и альфа побольше и пробитие такое неплохое но не сильно там она вырывается вперед жесткий дпм быстрая перезарядка и на нем очень быстро набиваешь урон но и сливаешься тоже быстро поскольку все тоже на таких дпм на пулеметах и это дырявая башня легко пробивается слиться на маусе очень быстро также у всех тут танков много хп поскольку режим якобы фановый здесь друг друга все убивают супер быстро даже с таким количеством хп видно что настроено все максимально критично максимально завышенные закручены все параметры в потолок поскольку танки обладают жестким дпмом быстрыми перезарядками и даже большое количество хп вообще не спасает танки убиваются буквально очень быстро в принципе как фановый режим надоедает она очень быстро быстро настреливаешься быстро но надоедает и как фановость в принципе она такое себе но вот эти все режимы подобные аркадным каким-то там боям с выкрученными параметрами они все мне не особо заходят и веселья никакого не передают принципе этот режим не исключение надоел он очень быстро также еще очень быстро я от него устал мы уже потихоньку переходим к минусам этого режима во первых ты долго и много стреляешь и буквально за один бой уже надоедает и устаешь столько стрелять вот это пулеметить туда-сюда также я на стриме играл в этот режим и зрители вместе со мной тоже заметили что эта стрельба не особо-то интересная намного быстрее надоедает чем обычная которую мы привыкли видеть каждый бой также еще хочу рассказать про проблемы которые я заметил оптимизация очень ужасная фпс часто проседает и заметно подлагивает очень часто так что здесь еще нужно оптимизацию подкрутить так же как и на огнеметах я думаю что если скрестить автопушки с огнеметами если еще их и в линию фронта засунуть это будет невероятная комбинация это еще и на моем не самом слабом компьютере что там на тостерах и пылесосах происходит я даже боюсь представить также еще со временем начинают глючить и трещать звук это уже такой звоночек о том что проблемы со звуком есть поскольку стрельбы очень много буквально каждую секунду сотни патронов снарядов летят во все стороны все это озвучивается все эти выстрелы беспрерывно их очень много и звуковой движок говорит но его в пень звуку очень плохо он забивается и начинает хрипеть пердеть трещать это не есть хорошо и здесь тоже нужно оптимизация также еще заметил такое что есть три вещи которые неприятны с этими автопулеметами если включить динамическую камеру которая там качается и трясется при выстреле когда у вас попадают или вы на что-то наезжаете ломаете то с этими автопулеметами и и так колбасит что там просто капец и когда вас стреляют это вообще жесть и и там просто невероятно трясет хотелось бы наверное это как-то исправить ну либо же это просто фишка не бои также еще неприятно когда у вас много стреляют такое ощущение что вас просто головой по кастрюле бьют слышать все вот эти вот пулеметные попадания в вас которые озвучиваются как кастрюля какая-то которая бьется это неприятно и долго в это играть не хочется поскольку буквально час поиграешь и слышать беспрерывно вот эти вот пулеметы во все стороны 15 пулеметов каждой команде это невероятно неприятно противно поэтому это не фан режим это мучение лично для меня также еще на реплее видно когда я стрелял в x2 впритык по врагу там очень много было вспышек потому что стреляешь ты много часто быстро много попадаешь и каждое попадание дает вспышку на экране такой фейерверк такая просто дискотека что это просто невероятно мерзко очень быстро устают и глаза и уши от этого режима это неприятно мне не понравилось это мучение какое-то в целом что хочу сказать лично на мой взгляд те усилия которые приложили к разработке вот этого всего они того не стояли поскольку мне и не понравилось и было неприятно еще и оптимизации не хватает и в звуке и в принципе не хватает оптимизации из-за этих пулеметов понятное дело что если это допустим в рандом добавлять какие-то такие авто пулеметы то вряд ли бы их было 15 на 15 и оптимизация и звук будет наверное страдал бы меньше и неприятных моментов тоже было бы наверное меньше и со звуком и с этими вспышками но в любом случае все равно бы это рано или поздно вы бы с этим столкнулись поэтому хоть она и выглядит готовым хоть она и вроде бы как рабочие но во первых она быстро надоедает очень быстро и очень быстро понимая что это неприятно и визуально и для ушей тоже боль поэтому на мой взгляд это что-то лично мне неинтересное и ненужное либо же это нужно дорабатывать и динамическую камеру и вспышки вот эти вот от которых там чуть ли не эпилепсия может начаться это нахрен надо я не знаю хотя бы они цвета не меняют эти вспышки но это все равно не сильно помогает это неприятно как минимум также еще оптимизацию дорабатывать и в любом случае это не так интересно стреляется как обычная стрельба поскольку в обычной стрельбе ты получаешь эмоции положительные и отрицательные от каждого выстрела здесь ты просто кнопку зажал и ты не получаешь особо никаких эмоций пока не закончишь стрелять бросишь кнопку стрельбы отжалы и такой ну ладно вот столько урона нанеслось те эмоции которые на все это время приносила стрельба отрицательные положительные там маленькая альфа большая альфа рикошет не попал или там свертухи через всю карту залетела на пол хп и ты рады сидишь веселишься или сидишь грустишь и горишь от стрельбы этих эмоций нет вообще никаких ты просто зажал кнопку куда-то там примерно куда тебе надо пострелял эти семечки там повылетали и особо ничего не дает это тебе это что-то простое обыденное пресное она не дает тебе крайних эмоций которые нам дает обычная стрельба которая у нас в игре есть из-за чего ты просто сидишь такой просто на это смотришь и все до ситуации в бою тактические там езда маневр и так далее это все остается это нормально но вот сама стрельба становится пресной это лично мое мнение я полностью высказал все что за это я думаю за эти автопушки может быть это просто как фан режим сделали для того чтобы попробовать потестировать понимаю что 15 на 15 такое не часто будет встречаться в обычных боях если такое не дай бог сделают как ветку какую-нибудь и таких критических моментов и по звуку и по оптимизации конечно же не будет но все равно видно что она нагружает и звуковой движок и обычный движок и уши мои и глаза в общем все напряжено все страдает а выхлоп из этого такой что не интересно стрелять на один раз попробовать по прикалываться ладно да но в это даже я с трудом час поиграл и больше не хочу вот такие у меня ощущения от этих автопушек положительного в принципе немного я высказал видосе но это мое мнение но такое сложилось не потому что я это не придумал так оно и было я ничего не придумал это лично мое мнение может кому-то оно зашло или понравилось мне лично нет на мой взгляд даже огнеметы не такие грустные как эти автопушки но огнеметы раздражают оглушением тоже и оптимизация там же но хотя бы звук не лагает пишите свое мнение в комментариях сайт был варчик играть красиво подписывайтесь ставьте лайки всем удачи пока